Успехи наши в войне Ливонской заключились ударом сильным, решительным. Государь в 1560 году послал в Дербт еще новую рать, 60 тысяч конницы и пехоты, 40 осадных пушек и 50 полевых, знатнейшими воеводами, князьями Иваном Стеславским и Петром Шуйским, чтобы непременно взять Фелин, главную защиту Ливонии, где заключился бывший магистр Фирстенберг. Полки московские шли медленно берегом реки Эмбаха. Тяжелый снаряд огнестрельный везли на судах, а воевода князь Барбашин с 12 тысячью легких всадников спешил занять дорогу к морю, и выносился слух, что Фирстенберг отправляет для безопасности богатую казну в Габзель. Утомив коней, Барбашин отдыхал в верстах в пяти от Эрмиса, и в жаркий полдень, когда воины его спали в тени, сделалась тревога. Пятьсот немецких всадников и столько же пехоты под начальством храброго ландмаршала Филиппа Беля с криком и воплем устремились из леса к нашему тихому стану, оберегаемому малочисленную стражу. Россияне, хотя и знали о близости неприятеля, но думали, что он не вступит в битву с их превосходную силою. Внезапность дала ему только минутную выгоду. После первого замешательства россияне остановили, стеснили немцев и всех до единого истребили, взяв в плен 11 командоров и 120 рыцарей, в числе коих находился и главный предводитель. Утрата столь многих чиновников, особенно ландмаршала, называемого последним ревностным защитником, последнюю надежду и ливонии, была величайшим бедствием для ордена. Представленный воеводом московским, сей знаменитый муж не изменился в своей душевной твердости, не таил внутренней скорби, но взирал на них с гордым величием. Он ответствовал на все вопросы искренно, спокойно, смело. Курбский, хваляя его характер, ум, красноречие, повествует следующее. Стараясь приветливостью смягчить жестокую долю всего необыкновенного человека, мы за обедом ласково беседовали с ним об истории ливонского ордена. Когда, сказал он, усердие к истинной вере, добродетель, благочестие обитали в сердцах наших, тогда Господь явно помогал нам. Не боялись мы ни россиян, ни литовских князей. Вы слыхали о той славной достопамятной битве с грозным Витовтом, в коей легли шесть магистров орденских, один за другим избранных для предводительства. Таковы были древние рыцари, таковы и новейшие, с коими имел войну дед нынешнего царя московского Иоанн Великий, и которые столь мужественно сражались с вашим славным воеводою Даниилом. Когда же мы отступили от Бога, испровергли уставы истинной веры, прияли новую, изобретенную умом человеческим в угодность страстям, когда забыли чистоту нравов, вдались в гнусное сластолюбие, необузданно устремились на широкий путь разврата, тогда Бог предал орден в руки ваши. Грады красные, тверды невысокие, палаты и дворы светлые, созданные нашими предками, сады и винограды ими насажденные, без труда вам достались. Но что говорю о россиянах? По крайней мере, вы брали мечом. Другие, поляки, меча не обнажали, а брали лукаво, обещая нам дружбу, защиту, вспоможение. Вот их дружба. Стоим пред вами в узах. И, милое Отечество, гибнет. Нет, не думайте, что вы доблестью победили нас. Бог вами казнит грешников. Тут он залился слезами, отер их и с лицом светлым примолвил. Но я благодарю Всевышнего Иваковых, сладостно терпеть за Отечество и не боюсь о смерти. Воеводы российские слушали его с любопытством, сердечным умилением, и, послав в Москву вместе со всеми пленниками, убедительно писали к государю, чтобы он изъявил милосердие к всему добродетельному витязю, который, будучи столь уважаем в Ливонии, мог оказать нам великие услуги и склонить магистра к покорности. Но Иоанн уже любил тогда жестокость. Призвав его к себе, начал говорить с ним гневно. Великодушный пленник ответствовал, что Ливония стоит за честь, за свободу и гнушается рабством, что мы ведем войну, как лютые варвары и кровопийцы. Иоанн велел Отечеству голову. За противное слово, говорит летописец, и за вероломное нарушение перемирия. Невольно удивляясь смелой твердости Бёля, Иоанн послал остановить казнь. Но она между тем совершилась. Полководцы наши, осадив Феллин, разбили пушками стены и в одну ночь зажгли город в разных местах. Тогда воины немецкие объявили Фирстенбергу, что надо бы вступить в переговоры. Тщетно сей знаменитый старец убеждал их не изменять чести и долгу, предлагая им все свои сокровища, золото и серебро, в награду за мужество. Наемники не хотели верной смерти, ибо ниоткуда не могли ждать помощи. Фирстенберг требовал, чтобы россияне выпустили его с казною. Совет Боярский не принял сего условия, ответствуя, что государь для чести желает иметь магистра пленником, а из великодушия обещает ему милость. Выпустили только воинов немецких 21 августа. Но узнав, что они разломали сундуки Фирстенберговы и похитили многие драгоценности, свезенные ливонским дворянством в Феллин, князь Мстиславский велел отнять у них все взятое ими беззаконно, даже и собственность, так что сие несчастные пришли на Геи в Ригу, где Кетлер повесил их как изменников. Заняв город, россияне удивились молодушию немцев, которые могли бы долго противиться величайшим усилиям осаждающих, имея в нем три каменные крепости с глубокими рвами, 450 пушек и множество всяких запасов. Такая робость неприятелей, говорили они, есть милость Божия к царю православному. Когда пленники Феллинские прибыли в Москву, Иоанн велел показать их народу и водить из улицы в улицу. Пишут, что царь Казанский, находясь в числе любопытных зрителей сего торжества, плюнул на одного немецкого сановника, сказав ему, «За дело вам, безумцам! Вы научили русских владеть оружием, погубили нас и самих себя». Государь принял Фирстенберга весьма благосклонно, исполнил все обещания воевод и дал ему Костромское местечко любим во владение, где он и кончил дни свои, жалуясь на судьбу, но искренне хваля милосердия Иоаннова. Падение Феллина предвестило совершенное падение ордена. Города Тарвост, Руя, Верпель и многие укрепленные замки сдались. Князь Андрей Курбский разбил нового орденского ландмаршала близ Вольмара и, сведав, что легкие отряды литовские приближаются к Вендену, встретил их как неприятелей, обратил в бегство, выгнал из пределов Ливонии. Воевода Яковлев, опустошив приморскую часть Эстонии, захватил множество скота и богатства, ибо знатнейшие жители Гарии укрывались там своим имением. Он шел мимо Ревеля, смелые граждане числом менее тысячи сделали вылазку и были жертвой нашей превосходной силы, легли на месте или отдались в плен. Вероятно, что россияне могли бы овладеть тогда и Ревелем, но главный воевода, князь Мстиславский, на пути к нему хотел без государева повеления взять крепкий, окруженный вязкими ржавцами, Вейсенштейн. Он стоял под ним шесть недель, не отважился на приступ и сдержал все запасы и должен был осенью возвратиться в Россию. В сие время Ливония уже перестала мыслить о сохранении независимости. Изнуренная бесполезными усилиями, она искала только лучшего властелина, чтобы спасти бедные остатки свои от плена и меча россиян. Фридерик, король датский, хотел Эстонии и купил для своего брата Магнуса епископство Эзельское. Сей юный принц, осужденный быть удивительным игралищем судьбы, весною 1560 года прибыл в Габзель с лесными обещаниями для рыцарства. Король шведский не показывал властолюбивых замыслов на орденские земли, но, боясь успехов России, дал знать магистру, что он готов снабдить Ревель воинскими запасами, что тамошние жители в случае осады могут прислать жен и детей в Финляндию, что Швеция, забывая о неверности ордена, искренно ему благоприятствует и никогда не согласится на его уничтожение. Так думал старец Густав Ваза, умерший в конце 1560 года. Новый король Эрик действовал решительнее, представил чинам эстонским, с одной стороны, неминуемую гибель, с другой – защиту, спасение, и без великого труда убедил их объявить себя подданными Швеции. К досаде магистра, который находился в тайных переговорах с Сигизмундом. Сие важное происшествие ускорило развязку драмы. Видя, что ветхое здание ордена рушится, Кетлер, архиепископ Рижский и депутаты Ливонии спешили в Вильну, где 28 ноября 1561 года в присутствии короля и вельмож Литовских навеки уничтожилось бытие знаменитого братства меченосцев. В силу торжественного, клятвую утвержденного договора, покой ему Сигизмунд Август был признан государем Ливонии с условием не изменять ни веры ее, ни законов, ни прав гражданских, а Кетлер – наследственным герцогом Курляндии, вассалом или подручником королевским. В сей достопамятной грамоте сказано, что Ливония, терзаемая лютейшим из врагов, не может спастись от естественного соединения с королевством польским, что Сигизмунд обязан вступиться за христиан, утесняемых варварами, что он изгонит россиян и внесет войну в собственную их землю, ибо лучше питаться кровью неприятеля, нежели питать его своею. Возвратясь в Ригу, Кетлер всенародно сложил с себя достоинство магистра, крест и мантию, рыцари также проливая слезы. Присягнув в верности к королю, он вручил его наместнику, князю Николаю Радзвиллю, печать ордена, грамоты императоров и ключи городские, а Радзвилл именем короля дал ему сан Ливонского правителя. Таким образом, земли орденские разделились на пять частей. Нарва, Дерпт, Алентакен, некоторые уезды Эрвенские, Вирландские и все места, соседственные с Россией, были завоеваны Иоанном. Швеция взяла Гаррию, Ревель и половину Вирландии. Магнус владел Эзелем, Готгард Кетлер Курляндию и Семигалию, Сигизмунд Южную Ливонию. Каждый из их владителей старался приобрести любовь новых подданных, ибо сам Иоанн, ужасное видение приятеля, изъявлял милость народу и дворянству в областях завоеванных. Но конец ордена еще не мог быть концом бедствий для стесненной Ливонии, где четыре северные державы находились в опасном совместничестве друг с другом и где каждая из них желала распространить свое господство.